Добрый день! В эфире Прямо Медиа Лайф. Меня зовут Арсений Иродский. Сегодня гость прямого эфира депутат Думы города Владивостока, член комитета по бюджету, налогам и финансам Ольга Забелина. Ольга Борисовна, я рад вас приветствовать в студии. Ольга Борисовна, давайте начнем с такого вопроса. Он традиционен для депутатов. Это с чем к вам приходят избиратели и как вы помогаете им? Ну вообще у депутатов избиратели приходят за помощью только в основном по решению каких-то социальных вопросов. По ремонту домов, капитальный ремонт домов, очень жителей наших волнует, это вечная проблема. Приходят по ремонту дорог, ну то есть все, что связано с облагораживанием территории рядом с домом. Приходят по вопросу помощи в трудоустройстве, вот даже с такими вопросами. Приходят помочь устроить ребенка в детский сад, решить какие-то проблемы, допустим, с управляющими компаниями. Очень много у нас обращений граждан приходят с какими-то идеями. Если человек хочет улучшить жизнь в городе, приходит, предлагает свои идеи, чтобы депутаты помогли ему реализовать. А вообще вопросы разные, но в основном по социальной сфере. Как правило, они приходят на личный прием или это идет через общественную приемную? Ну, в моем случае 98% это личный прием. Бывает, когда люди пишут по электронной почте обращения, когда письменные обращения в Думу приходят. Но вот как депутаты обращаются в основном лично на прием. А интернет помогает вообще в работе вашей, когда люди пишут через приемную, интернет-приемную? Да, да, помогает. Это удобно для людей и нам удобно. Ну и вот по наказам избирателей, перечень их обсуждался на будущий год, не так давно. Что сделано в этом году? Какие наказы избирателей были выполнены по вашему округу? Я вообще депутат от единого избирательного округа, как член партии «Единая Россия». Но когда у нас была предвыборная кампания, я проходила по шестому избирательному округу. Вместе с Дмитрием Валерьевичем Ямщиковым. И так как я встречалась с жителями этих районов, этого округа, это Котельниково, Жигуры, Луговая, Снеговая. Так как вот с ними встречалась и им что-то обещала. Поэтому когда я стала депутатом, даже несмотря на то, что от единого избирательного округа, я стараюсь, конечно, выполнять наказы жителей шестого округа избирательного. И вот в частности в этом году в основном мои наказы были связаны с устройством дорог, тротуаров, лестниц. То есть те, которые находятся на улице Котельниково, очень много сделано. Ну а какие-то конкретные примеры есть? Котельниково, дом 22, ремонт лестницы, между домами Котельниково 2, 4, 6, дорога. Ремонт лестницы, ну вот в основном как-то у нас получилось, так что и лестницы, все подъемы связаны. Ну то, с чем люди приходили на прием, тем мы и занимались. В основном лестничные марши и внутридомовые дороги. Это по улице Жигур, дом 42. И вот по бюджету сейчас, насколько мне известно, идет обсуждение его в городской думе, бюджета следующего года. Насколько он останется социально ориентированным? Бюджет был, остается, я думаю, будет в ближайшем, будущее социально ориентированным. Потому что больше, ну практически половина бюджета это расходы на образование, на культуру, на программу доступная среда, на строительство для необеспеченных граждан жилья. То есть бюджет остается и будет социальным. Я думаю, что если вот все расходы бюджета, которые связаны с социальной сферой, объединить, это будет процентов 80. Потому что даже вот тот же ремонт, ну та же доступная среда, вот та укладка тротуаров для людей с ограниченными возможностями, это же тоже социальная сфера. То есть практически бюджет области. Бюджет сейчас остается дефицитным? Да, да. Но сейчас город пытается сократить бюджет, дефицит бюджета. В этом году 400 миллионов с чем-то. Планируется к 2018 году прийти к бездефицитному бюджету. Постепенное сокращение бюджета, там порядка на 200 миллионов в год. А на ваш взгляд, какие еще есть возможности для увеличения собственных доходов бюджета Владивостока и за счет каких источников? Ну в основном, конечно, самая большая часть поступлений в бюджет это налоги. Никуда от этого не деться. По-моему, более 60% это налоговые доходы. Ну также, в общем-то, у нас будет сокращение неналоговых поступлений. Это в связи с тем, что город сейчас вот в этом году планирует выставить на продажу или уже выставил Фадеева базу. Там у нас будет хорошее поступление. Потом, конечно, таких поступлений не будет. Но вы знаете, вот я думаю, что если бы у нас люди не скрывали налоги, как-то не уходили от налогов, наверное, база бы города пополнялась бы лучше и администрация города могла бы сделать больше для его благоустройства. А какие-то решения есть в этой сфере, чтобы люди не уходили от уплаты налогов? Ну вот посмотрите, вот к примеру, сдача жилья в наем. Мы же жилье сдаем, а налоги платить как бы не хотим. Город пытается принять попытки так, чтобы люди все-таки не уходили от уплаты таких налогов. И если люди будут, граждане будут ответственно относиться, конечно, казна будет города пополняться, и городу будет легче жить. Что касается общественных слушаний, они тоже в ближайшее время пройдут по бюджету. Но, тем не менее, насколько мне известно, как правило, люди, обычные горожане, они не приходят на такие слушания. Ну вот почему такое происходит? Ведь если люди будут приходить, они могут точно так же подсказать что-то, посмотреть на этот бюджет. Почему такое происходит, что люди не стремятся приходить на общественное слушание? Я думаю, причины для этого, наверное, различны. Может быть, действительно, у кого-то есть желание, но нет времени. У кого-то нет информации о том, что будут публичные слушания бюджета. Но вот мое личное мнение, что если человек, если ему интересно, он найдет возможность прийти и послушать о бюджете города Владивостока. Вот я слышала мнение о том, что неудобно публичные слушания проходят в рабочий день. Но мы все прекрасно понимаем, вот сегодня Людмила Зумана Талабаева на Думе сказала, что, и я с ней согласна, что люди работают и в субботу, и в воскресенье. То есть как бы нельзя подстроиться под всех гаража. И второе, обычно жалуются на то, что нет информации о проведении публичных слушаний. Но здесь я тоже не согласна, потому что в средствах массовой информации публикуется обязательно о дате, о месте проведения бюджета. На сайте администрации есть эта информация. Поэтому если человек, мы же все наслышанно знаем, что в конце года принимает бюджет, поэтому если человек хочет принять в этом участие, он найдет возможность. А потом жители города могут обращаться, ну как бы свои пожелания, свои желания отправлять и по электронной почте, по интернету. И они все будут рассмотрены на публичные слушания. Неважно, пришел человек на публичные слушания или вот он отправил какое-то письмо. Анна Габарисовна, ну вот сегодня как раз-таки прошло заседание Городской Думы. Что обсуждалось, что было в приоритете? Ну основное, конечно, бюджет. Изменения в устав города. Ну бюджет большая часть. Практические решения уже какие-то есть? Первым чтением бюджет принят. Сейчас будут проходить публичные слушания, а затем мы будем принимать бюджет во втором и третьем чтении с учетом пожеланий горожан. Что касается вопроса благоустройства и санитарного содержания городских территорий, эти вопросы тоже всегда в приоритете. И депутаты уже рассмотрели планируемое ассигнование на эти цели. Какие мероприятия планируется реализовать? Ну самое, мне кажется, масштабное мероприятие – это ремонт ливневой канализации. Ремонт, капитальный ремонт, текущий ремонт, обслуживание системы ливневки. Вы знаете, какие у нас катаклизмы происходят, когда дожди наши бесконечно идут. Поэтому это очень большая статья расходов, но это необходимо делать. Разработана программа, и в рамках программы эта программа финансируется, и происходит ремонт. Но плюс еще склоны чистят в рамках этой программы наши. Работа по вывозу твердопытовых отходов, установка контейнеров мусорных – это все в рамках этой программы делается. А ремонт ливневок, он будет точечным, или он рассчитан полностью на весь Владивосток? Как это будет происходить? Не на весь, но на большую часть города рассчитан. Это долгосрочная программа, каждый год в ней предусмотрены какие-то мероприятия, и потихоньку эта система приходит в порядок. Она рассчитана до какого года? Ну сейчас мы бюджет принимаем на три года. На плановые 15-е и 16-е, 17-е годы. То есть эта программа также рассчитана на этот срок? Также вы являетесь руководителем региональной общественной приемной партии «Единая Россия». С какими вопросами чаще всего обращаются в приемные жители Приморья, и насколько активно? И если сравнить с вашей депутатской деятельностью, это такие же вопросы, либо они немного отличаются? Такие же вопросы. У нас в приемной ведут прием депутаты все, и депутаты Думы города Владивостока, и депутаты Законодательного собрания Приморского края. И в основном большая часть вопросов тоже касается и деятельности управляющей компании, и в социальной сфере. То есть вопросы практически, с которыми депутаты приходят в прием, они с такими же вопросами обращаются к депутатам. Когда человек к нам приходит на прием, мы стараемся посмотреть по графику приема и отправить его к тому депутату, который может решить вопрос, который ответственный за территорию, на которой проживает этот человек. Но иногда другие депутаты решают вопросы. То есть это какая-то такая взаимовыручка депутатов. Ни один человек у нас не уходит, чтобы депутат ему не помог. А что касается работы городской думы, вот уже прошло больше половины срока нынешнего созыва. Не заметили, депутаты как-то готовятся к новой избирательной кампании? Я думаю, ну я не заметила. Что, не знаю, с другой стороны, не знаю, как по другим депутатам, я не готовлюсь. Мне кажется, у депутата столько много работы, у них же еще и основная деятельность. То есть, в общем-то, я думаю, что нет. Ну а с другой стороны, если рассматривать, что работа с избирателями, с их наказами, это же тоже, наверное, подготовка к избирательной кампании. Так что, да, наверное, в общем-то, готовятся. Если хорошо, знаете, как я могу сказать, если хорошо работает депутат с избирателями, значит готовится. Тем более, если у него желание есть на новый срок. Если нет, ну, значит, не хочет никуда двигаться. Опять же, в продолжении вопрос. Вы достаточно долгое время проработали в бюджетной сфере. Вы были директором Владивостокской централизованной библиотечной системы. А насколько Ваши представления о работе во власти и в городской думе совпали с реальностью? Ну, что-то, конечно, не совпало с тем, что я представляла себе, потому что я первый раз, первый срок у меня депутатства. Но в основном моя работа, когда я была руководителем системы, была связана также с планированием бюджета библиотечной системы. Пусть он не в таком объеме, конечно, как городской бюджет, но тем не менее библиотеки — это маленький город. Там и хозяйственная деятельность, там и зарплата людей, то есть как бы распределение премий каких-то, то есть социальная. Ну, в принципе, в общем-то, маленькая библиотечная система наша города, это можно рассматривать как маленький город. Поэтому работа с бюджетом мне была немножко понятна. Ну и плюс еще мы работали с различными организациями общественными, с ветеранскими организациями, и наши библиотеки и библиотекари оказывали помощь социальную. У нас были различные программы, когда мы благотворительностью занимались, наши сотрудники. То есть, в принципе, работа депутата связана с чем? Чтобы помочь людям, чтобы решить проблемы людей. Ну и работа руководителя любой системы, любого руководителя, библиотеки, предприятия, он же тоже, мало того, что выполняет какие-то производственные задачи, но он работает с коллективом, он помогает людям. То есть я не могу сказать, что у меня кардинально поменялась деятельность, в какой-то степени поменялась, но в какой-то степени осталась такая же, как и есть. Я делаю то же самое, что я и делала раньше. А что сейчас нового в библиотечной системе Владивостока, как власть города ее поддерживает, и не упало ли количество посетителей в связи с новыми технологиями? По количеству посетителей я не могу вам сказать. У нас еще не было отчета, я не видела цифр, которые по итогам работы библиотечной системы за этот год. Но, в общем-то, общаясь с коллегами, я думаю, что пока нет такой тенденции. То есть держится то количество читателей, которое приходило в библиотеки ранее и сейчас. Ну, со своей точки зрения, как бывшего руководителя, я могу сказать, что библиотечная система очень хорошо работает. Вот на мой взгляд, все те проекты, все то, что мы начинали работать над какими проектами с моими коллегами, они продолжены. Пришел новый руководитель, энергичный, молодой, творческий, с интересными идеями. Его идеи были услышаны и поддержаны администрацией города. Мы вчера на комитете рассматривали новую программу. Город работает по программу, методу планирования бюджета. И вот 17-я программа – это модернизация библиотек города Владивостока. Мы приняли решение профинансировать эту программу. Там очень хороший заложен бюджет, есть какие-то сокращения в бюджете. Но в плане работы библиотек город вкладывает хорошие деньги. И я надеюсь, что в необозримом будущем у нас будет очень сильная, очень современная, модернизированная библиотечная система. Она будет радовать горожан. И еще больше горожан будет пользоваться услугами библиотек муниципальных. А вот что касается посетителей, люди среднего возраста туда приходят, либо это в основном дети и пожилые люди? В основном дети и пожилые. Более такое работоспособное население, конечно, не совсем имеет возможность посещать библиотеку в плане загруженности. Но, тем не менее, есть. И среднее население находит время и приходит в библиотеки. Уже упомянули о приватизации Фадеевской базы. А что это даст городу? Городу это даст. Ну, это вливание в бюджет даст. Это даст дополнительные средства. Серьезное вливание? Да. Ну, пока аукцион не проведен, сложно сказать. Это же все, как бы, цена устанавливается, когда проводятся аукционы, какие-то мероприятия. А на сколько это все растянется? Я не могу сказать по срокам, когда будет объявлена аукцион. Честно говоря, этим не занимаюсь. Летом я был на заседании Городской думы, в котором участвовали представители муниципальных перевозчиков, на котором они заявили, что проезд за... вернее, плата за проезд должна составлять около 50 рублей по их расчетам. Такова позиция Городской думы по этому поводу? Я могу сказать вот за себя. Мне кажется, что у нас, да, действительно, проезд, нужно повышать стоимость проезда, в плане того, что себестоимость проезда намного дороже, чем люди оплачивают. Но, вот вы помните, и сейчас еще функционирует такая система Дельфин, да, которая безналичная оплата. Вот мне бы очень хотелось, чтобы у нас в городе все-таки люди пользовались этой системой. У нас планируется, городская администрация планирует приобрести, если я не ошибаюсь, корейскую программу, потому что что-то там в Дельфине не совсем работает так, как хотелось бы. И в будущем все-таки планируется, что оплата проезда будет безналичная. Вот мне кажется, тогда проблема с себестоимостью проезда как-то в положительную сторону сдвинется, потому что, ну, есть такой прецедент, когда водители автобуса воздают не всю выручку. Есть такой, а это же тоже влияет на себестоимость проезда. Поэтому, я думаю, для того, чтобы вот эту решить проблему, безусловно, конечно, и город должен помогать, как-то датировать эти, нельзя на людей перекладывать такую ношу, потому что не в состоянии люди будут платить слишком, оплачивая слишком высокую стоимость проезда, но и люди должны как-то к этому тоже ответственно относиться. Я вот сама, когда пользовалась общественным транспортом, я не только на машине езжу, я езжу на автобусах, и на муниципальных, и на коммерческих автобусах. Мне приходится очень много ездить по городу. Вот я обращала внимание, вы знаете, вот приезжаешь из... либо все выходят только наличкой, расплачиваются, либо, ну, может быть, один-два человека. Вот по вашему мнению, а почему она не прижилась, эта система? Я тоже езжу достаточно интенсивно, помимо того, что езжу на машине, езжу и на автобусах. Я полностью с вами согласен, это один-два человека, может быть, за весь рейс проедет. Я думаю, что нужно нам, депутатам и городской администрации, как-то больше проводить разъяснительную работу с людьми, объяснять им, что они даже заинтересованы в том, чтобы проезд оплачивался именно таким образом. Недавно были на, насколько я знаю, на урбанистическом, первом урбанистическом форуме, в Владивостокском. Как можете прокомментировать это мероприятие, которое прошло на Острове Русском? И какие направления в развитии Владивостока вам кажутся приоритетными? Мне очень бы хотелось, чтобы наш город стал умным городом. То, что в нем все было бы так вот, так организовано, так управляемо, чтобы у нас были минимизированы расходы на коммунальные услуги. Это же все входит в эту программу умного города. Мне бы, знаете, я, конечно, больше склоняюсь к тому, мне нравится идея того, что город будет большой, что город будет развиваться, что вот там гламерация, это объединение территории. Но мне бы хотелось, чтобы город оставался все-таки каким-то, знаете, вот когда у нас было две презентации, одну презентацию показывали наши гости из Китая. Мне вот показывали вот этот вот такой огромный город с домами, с такими огромными многоэтажками. А потом выступал представитель японской делегации и рассказывал о таком городе-саде, где город небольшой, малоэтажное строительство. Вот мне нравится такой город. Поэтому вот я лично бы хотела, чтобы Владивосток будущего был как бы симбиоз. И город огромный, современный, с высотными зданиями, такой живой. И чтобы в городе были такие вот маленькие, ну как спальные районы, с малоэтажным строительством, где было бы вот так тихо, спокойно, где бы жил такой контингент людей, которые вот, ну как бы, может быть, не очень желают находиться вот в этой суете городской такой. Вот такой вот город. Но посмотрим. Идеи очень хорошие, идеи очень требуют больших капитальных вложений. Я думаю, что на самом деле всё это реально, потому что когда-то, вот я вспоминаю, когда я первый раз прочитала, что такое умный город, когда представила вот тот объём инвестиций, чтобы этот город действительно стал таким, как его видят наши власти, я подумала, нет, невозможно, нереально. Всё-таки есть у нас много проблем, которые бы хотелось решить, и на которые денег не хватает, а уж такое вот построить монстра, наверное, вообще не хватит. А потом вспомнила, когда мы готовились к саммиту. Ведь никто из горожан не верил, что мосты построят, правильно? Никто не верил, не представлялось возможным, что у нас русский остров так изменится. То есть когда-то это казалось сказкой, а сейчас это реальность. Поэтому я думаю, что Владивосток будущего — это будет действительно огромный город с большой территорией, с различными застройками, как я уже сказала, и высотными зданиями, и где-то какими-то уголками, с такими зелёными, маленькими, спокойными улицами. То есть такой город, не шуми. А Владивосток по архитектуре, по менталитету — это азиатский город или европейский? Как Вы считаете? Я думаю, европейский. Я не вижу в нём азиатской архитектуры. Я думаю, что... Нет, европейский. И через, скажем, 20 лет, вот какими жителями, что за жители здесь будут жить, как Вы себе представляете их? Конечно, как жители города я его представляю, знаете, каким я его представляю, очень чистым. Я представляю, что наши жители действительно будут любить город и его беречь. Вот Вы мне задали по благоустройству территории. Ко мне недавно пришла на приём в приёмную женщина. Она живёт в районе моего округа, в районе Жигура. И вот она приходит на приём. Женщина пожилая, ей 84 года. Ну, знаете, вот из той категории людей, она труженик тыла, который... Возраст у неё солидный, а энергии у неё масса. Вот она не может сидеть дома. Дома пожаловалась мне, что её дочка закрывает. Она говорит, я всё равно пришла к Вам. И первое, что она сделала, она открыла сумку и достала мне пакетик с окурками. Положила на стол. И я спрашиваю, говорю, Вы мне расскажите вот цель вашего прихода ко мне как депутату. Она мне попросила, говорит, Ольга Борисовна, я Вас очень прошу, поговорите с директорами школ, чтобы они работали и общались со своими не через преподавателей, а именно директора школ, чтобы они разговаривали со своими детьми, особенно девочками, чтобы они им прививали вот эту вот культуру здорового образа жизни, чтобы они не курили, чтобы они не ругались. Вот я её когда слушала, я представляла себе её дом, свой дом, вот именно таким чистым, с такими вот интеллигентными, образованными людьми, с городом, ну где интересно жить всем, и пожилым людям, и молодым, где они, как бы их соседство такое вот неконфликтное, чтобы вот бабушка не приходила мне на молодёжь, не жаловалась. Я уже говорила как-то, когда пришла в дом, мне очень хочется, чтобы у нас в городе люди улыбались, мне очень хочется, чтобы город был зелёным, мне нравится, как у нас администрация сейчас работает в рамках оформления города, вот эти вот наши городская скульптура, скверы, которые построены за последние буквально несколько лет. Вот мне хочется, чтобы город будущего, Владивосток, в нём было больше таких зелёных островков, скверов, вот этих скульптур, чтобы можно было прийти, вот у нас шкаф на Суханово, да, вот который поставила наша молодёжная палата города, чтобы можно было прийти на лавочку, взять книгу почитать, отдохнуть вот где-то в зелёном таком уголке, и в то же время, чтобы продолжалась вот эта вот современная, сохранялась современная такая живая среда города, где когда вот попадаешь в большой промышленный офисный центр в любом там столице мира, когда вот эта вот суета, где много все деловые бегут, то есть вот такой вот город, разноплановый. Упомянули молодёжную палату, как она работает? Замечательно, вы знаете, мне очень нравится наша молодёжная палата, вот в частности, один, два из наказов, которые в следующем году будут выполнены, наказ вот меня как депутата, это молодёжная палата меня попросила, и ребята обратились к ним, студенты с ДВФУ нашего, и молодёжная палата попросила меня включить в список наказов обустройство двух остановок на острове Русском. То есть ребятки даже, в общем-то, помогают вот в такой депутатской деятельности. Ну и плюс они очень активные, они вот у нас планируют 26-го числа провести приём, который, в рамках которого будут приглашены молодые люди, и им будет рассказывано, как улучшить свои жилищные условия, про налоговый вычет, как его получить, какие программы существуют для того, чтобы молодые люди могли получить жильё, купить жильё. Вот это всё организовала наша молодёжная палата. Они опять же пришли ко мне с инициативой, давайте проведём приём, будем проводить. 26-го в 14 часов. Это всё их идеи. У них масса идей, они кипят желанием работать на благо города. Хорошие ребята. Это студенты или там есть школи? Это представители различных общественных организаций. Когда было последнее формирование молодёжной общественной палаты, был конкурс объявлен, и вот ребятки, которые с самыми интересными проектами, ребята, которые с портфолио с таким хорошим, активной своей предыдущей деятельностью, они все попали. То есть они прошли жёсткий отбор. Нихуне, знаете, я думаю, что не меньше отбор, чем в Думу города Владивостока. То есть там все, каждый член нашей молодёжной палаты – это личность. Поэтому с ними интересно работать. И завершающий вопрос. В следующем году будет юбилей победы в Великой Отечественной войне. Как к нему готовится город? И депутаты, как к нему готовятся? Мы вчера задавали вопрос заместителю главы администрации Вещуголевой Еленой Борисовны. Она нам озвучила часть мероприятий, но все не смогла, потому что огромный список, очень много будет запланировано мероприятий. Там будут участвовать в этой работе по празднованию, по подготовке к празднику. И школы наши, образования, учреждения культуры будут проводить мероприятия. Это традиционные встречи с ветеранами, хотя их осталось очень мало. И они все, в общем-то, не совсем такие, как бы скажем, подвижные. Но тем не менее они находят в себе силы, приходят на территорию, вот, к примеру, библиотек, в школу, встречаться с молодым поколением, рассказывать им о том, что они пережили, как очевидцы. Знаете, я была, как для примера приведу, когда еще руководила библиотечной системой, мы на Калинина 21 в одной из муниципальных библиотек проводили встречу с ветеранами. К нам пришли ветераны, был очень сильный дождь. Дождь со снегом, такая была дикая погода, пришло два класса. Ребятки даже пришли у нас, разувались, потому что все мокрые были. Я очень переживала, думаю, ну ветераны к нам точно не придут, потому что погодные условия были очень плохие. Они пришли с медалями, то есть вот мало того, что он сам пришел, он пришел со своим богатством, пришли, сидели, общались, пили чай с ребятами. Ребятам очень понравилась эта встреча. Я тогда поняла, что их ничего не напугает, хотя всем, кто пришел тогда на встречу со школьниками, больше 90-91 год, а то и 92, то есть ветераны очень такие у нас. Возраст. Мне очень нравится акция, которая проводится. Она также будет проведена в 2015 году на празднике. Это фотографии памяти, которые, то, что несут поколения. В этом году, когда мы участвовали в Дне Победы, когда шла эта колонна, вы знаете, вот я не смогла рядом со мной, китайцы стояли, не смогла сдержать слез. Это очень сильное мероприятие. Мы действительно все вспоминаем о том горе, о том страшном времени, о тех потерях, о тех людях, которые отдали жизнь за свою Родину. Это очень патриотичное мероприятие. И оно будет опять в рамках празднования юбилея. Вы сказали, что желаете, чтобы во Владивостоке люди больше улыбались. Вы сами такой достаточно улыбчивый человек. И мне очень приятно было, на самом деле, с вами общаться. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Приходите еще. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была член комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Ольга Забелина. Ольга Борисовна, спасибо вам. Спасибо. Приходите еще. Редактор субтитров А.Семкин